В 22 школе мест нет. Пункт временного размещения, развернутый на базе образовательного учреждения, принял 75 жителей, пострадавших от паводка сел. В Чигири в объезд шоссе. Реконструкция улицы Василенко вышла на финишную прямую. Откроют дорогу в начале августа. Ворота на замке. Первомейский парк закрыли для посещения до октября. Место отдыха будут реконструировать. Об этом и не только в материалах наших корреспондентов в эфире программа «Город». Здравствуйте! Глава Прямурия Василий Орлов поручил ускорить работу по определению границ зон затопления в регионе. В этом году их установят в 51 населенном пункте. Из областного кошелька на эти цели выделили 67 миллионов рублей. Охватить остальные 186 населенных пунктов губернатор поручил не позже 2022 года. Пообещал, деньги в бюджете найдутся. Следующим этапом станет разработка программы переселения жителей из зон подтопления. Тем временем, по информации МЧС, на 30 июня в области остаются подтопленными 750 жилых домов. Больше всего в Сергеевке – 321. В воде также 5 мостов. 10 населенных пунктов пока без автомобильного сообщения. Пункт временного размещения, развернутый в 22-й школе областного центра, перестал принимать людей. В общей сложности там поселили 75 человек из подтопленных сел Благовещенского района. В хули здания организовали прием документов на выплаты и медпункт с возможностью поставить прививку от коронавируса. Как устроились амурчане и что в ПВР придумали для детей – смотрите. Ой, спасибо, мои дорогие дети. Теплоход «Альбатрос» стал спасением для жителей Сергеевки. На нем из затопленного села в пятницу эвакуировали 14 человек. Час разместили в пункте временного пребывания в 22-й школе. Среди них – Александра Щербакова. Бабе Шури, как ее называют знакомые, – 92. Паводок считает испытанием и сильно не расстроилась. В 4 года осталась сиротой, поэтому к трудностям привыкла. В отличие от односельчанок. Он Сергеевский здесь. Две бабки. Сергеевский. Ну, а да, плачет. Дом утопила. Я говорю, ну а что теперь плакать? Помогут тебе. Я войну прожила сегодня. Так что я не боюсь ничего. В соседних кабинетах еще 74 человека. Из Владимировки, Сергеевки, Игнатьева и Маркова. Те, кто с детьми, живут в отдельных комнатах. Например, Читакова-Ленка. Мама с шестью ребятишками эвакуировались из Маркова. Муж остался в селе. Решать, куда после паводка вести семью. Там затопило где-то до окон. И мы, как бы, остались уже без жилья. Вот этот раз сильно топят. Тот раз, ну, когда была вода в 2013 году, не сильно так затопило. А в этот раз сильно. Спросить об условиях проживания в ПВР регулярно приезжают власти. С инспекцией в 22-ю школу наведались мэр Олег Имамеев, заместитель полномочного представителя президента в ДФО Игорь Кобыличенко и главный амурский федеральный инспектор Игорь Шипов. Им рассказали, всем необходимым подтопленцы обеспечены. Трехразовое питание, постельные принадлежности, одежда. Тут же принимают заявление на восстановление документов и выплату пенсии. Сейчас, да, немножко, конечно, придется потерпеть. Потом собирать документы и постараемся максимально, с учетом возможности, оказать помощь. Так вот, на текущий момент, я так понимаю, что сказали, что все внимательно относится, все решено. Питание как? Нормально. Для детей здесь тоже создали все условия. Во дворе спортивная площадка с тренажерами. В соседнем корпусе школы большой актовый зал с проектором. Там показывают мультфильмы, почти как настоящий кинотеатр. Кроме того, педагоги организовали профильную смену. У нас еще есть три ПВРа, кроме этого, которые на сегодняшний день готовы принять. Они в режиме ожидания, в режиме полной боевой готовности, как говорится. Если будет необходимость принять еще дополнительно жителей, причем мы говорим не только из города Плавеческа, из ближайших районов, мы готовы будем их принять. Кристина Слепцова, Дмитрий Козлов. Программа «Город». И к другим темам. В пятиэтажке Благовещенска полицейские обнаружили труп. К правоохранителям обратились жители дома на Мухино 87-3, почувствовавшие неприятный запах. Установить дату, причину смерти и личность на месте не удалось. Тело сильно разложилось. Его уже отправили на экспертизу. Вечером того же дня медпомощь понадобилась рулевому, который попал в серьезное ДТП на перекрестке улиц Театральной и Октябрьской. Его минивэн влетел в электроопору. Она устояла, а вот авто от удара перевернулось. Обстоятельства случившегося выясняют в полиции. Там же разыскивают водителя, который сбил 73-летнего пешехода. Усадил его на газон и уехал. Полицейские просят откликнуться свидетелей происшествия на пересечении улиц Загородной и Северной. Или самого водителя. Телефоны на экране. Дорожники подошли к финальному этапу реконструкции улицы Василенко. Магистраль, которая соединит Благовещенск и Чигири, готова на 80%. Сейчас специалисты укладывают нижний слой асфальта и параллельно ведут работы по обустройству тротуара и системы освещения. Почему будущую магистраль называют образцом современной дороги и когда ее сдадут полностью, сейчас расскажем. Достаточно 20 секунд, чтобы снять новую проезжую часть с квадрокоптера. На самом деле ее протяженность 2 километра 300 метров. Усилий в ее строительство вложили массу. Начали в 2019-м с обустройства основания. После наступил технологический перерыв. В апреле этого года вернулись на объект, чтобы уложить дорожную одежду. Осложнение происходит только из-за погодных условий в последнее время, вы сами знаете. То есть мы не можем укладывать асфальтобетон на переуложненный грунт. То есть мы ждем, пока подсохнет, производим до уплотнения и уже укладку. В прошлом году затопило этот участок, был по режиму ЧАЭС, еще дополнительные работы земляные выяснились. Непригодно переуложненный грунт пришлось изымать и заменять. Иначе после атаки проезжая часть могла уплыть. Такого допустить подрядчик не мог. Василенко по признанию специалистов – образец современной дороги. Использованы новые материалы, усовершенствованная система освещения. Это была обычная мелиоративная дорога. Сейчас она хорошая, качественная. Получается, пойдут автобусы, будут остановки. Появится, детям проще будет добираться, которые здесь живут. Когда введем этот объект в эксплуатацию, мы разгрузим улицу Новотроицкого, которая очень сильно загружена. Все работы подрядчик планирует завершить к 31 июля. И уже на следующий день полностью открыть проезд для автомобилистов. Такая масштабная реконструкция улицы стала возможна благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В этом году, наверное, все видят, кто в городе живет и в его окрестностях, что у нас идет глобальная реконструкция улицы Горького, улица Мухина. Будет еще в этом году реконструироваться участок улицы Ленина. В прошлом году мы остановились на улице Шевченко. Сейчас дальше, в сторону Верхблаговеченского, будет еще замена асфальта. В этом году в нацпроект попали больше 20 участков амурских дорог. На их реконструкцию потратят около 2,5 миллиардов рублей. Алена Лепкалова, Кристина Слепцова, Дмитрий Козлов. Программа «Город». Около 10 миллионов из областного бюджета выделили на реконструкцию Первомайского парка. Завтра его закроют для посетителей. В парке обустроят водоотведение, пешеходные дорожки, установят фонари, оборудуют парковки. Зоны фудкорта, места для пикника, мастер-классов и других мероприятий. Обновят аттракционы. Подход к благоустройству таков, что планируется максимально сохранить природную особенность парка. Сделать из него экопарк с использованием формата тихого отдыха. Все деревья, за исключением аварийных, сохранят. Работы продолжатся до октября этого года. Общедоступную спортивную площадку с пляжным волейболом, мини-футболом и баскетболом построят в 800-м квартале Благовещенска. Аукцион по определению подрядчика пройдет в начале июля. В прошлом году мыр города Олег Имамеев, депутат Благовещенской городской думы по 28-му округу Денис Салтыков и жители района совместно обсудили проект. Кроме игровых площадок в районе дома номер 18 на улице Муравьева-Амурского решили устроить зону воркаута с брусьями, перекладинами, рукоходом и скамьями для выполнения упражнений на пресс. Площадку огородят, средства из городского и областного бюджетов на ее строительство выделят в рамках муниципальной программы. Развитие и модернизация ЖКХ, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство территории города Благовещенска. Завершить работы планируют к концу сентября. Мэр Благовещенска поставил первый компонент вакцины «Спутник Ви». Об этом он рассказал в своем телеграм-канале и сразу успокоил подписчиков, чувствует себя хорошо. А его коллега из Белогорска Станислав Милюков не только поставил прививку, но и пригласил критиков в Инстаграм поприсутствовать на второй аппликации. Благовещенцев в свою очередь зовут привиться в мобильном пункте. 1 и 2 июля он будет работать в районе ротонды с 5 до 8 вечера. В выходные 3 и 4 июля с 4 дня и до 8 вечера. 3 июля привиться можно будет также в холле ОКЦ с 16 до 19 часов. При себе нужно иметь копии паспорта, полиса и снился. За последние сутки в области зарегистрировали 83 случая заболевания. Из них 57 протекают в форме ОРВИ, у 25 человек пневмония. Один человек болеет бессимптомно. По данным сайта стококоронавирус.рф, накануне от COVID-19 скончались двое амурчан. Специалисты разработали памятки для пострадавших от паводка. Какие документы нужны для предоставления материальной помощи, где их принимают и какие виды выплат положены, можно узнать на сайте нашей телекомпании и мэрии. Чтобы прочитать памятки, достаточно зайти на сайт телекомпании tv-город.рф или на сайт администрации благовещенск.рф. На главной странице размещен баннер «Паводок-2021». Такой же раздел есть и в официальном инстаграм-аккаунте мэрии. Адрес на экране. С помощью них можно узнать, куда подавать заявление на выплаты и куда обращаться, чтобы восстановить утраченные документы. Узнать последнюю информацию о состоянии рек вы сможете из нашего гидрологического обзора. Он продолжит эфир. А сразу после начнется новый выпуск рубрики в кадре. Героиня дня Наталья Поспелова. Член Амурского фотографического общества и автор персональных выставок. Я же с вами прощаюсь и напоминаю, звоните в редакцию, пишите на наш ватсап. Будьте здоровы и до встречи в эфире. Большая вода покидает границы при Амуре. Зея движется в сторону еврейской автономии. В Благовещенский уровень рек стремительно идет на спад. Амур за прошедшие сутки убавил 39 сантиметров до 794. Это уже на 6 сантиметров ниже отметки опасное явление. Зея в районе Амурской столицы тоже убывает за сутки минус 33 сантиметра. По последним данным гидрологов, ее уровень составляет 723 сантиметра. Опасное явление 720. В Белогоре на Зее тоже спад, еще минус 17 сантиметров. В четверг, 1 июля в Благовещенске. Утром все небо в плотных облаках. На термометрах плюс 20. Ветер с северо-востока в порывах до 6 метров в секунду. Днем он сменит направление на восточное и стихнет, станет теплее на 2 градуса. Небольшая облачность, возможен дождь. Вечером осадков не обещают, но небо будет затянуто тучами. Плюс 21. Едва заметно будет дуть с северо-востока. Ночью ветер восточный до 6 метров в секунду. Плюс 16. Дождь, густые тучи. Атмосферное давление в эти сутки не преподнесет сюрпризов. Будет держаться в норме. 745 миллиметров ртутного столба. Всего вам самого светлого. В кадре сегодня Наталья Поспелова, член Амурского фотографического общества, участник и победитель международных конкурсов. Автор более десятка персональных выставок. 13-е открылось в Амурской научной библиотеке под названием «Жизнь оленеводов и охотников». Наталья запечатлела главный праздник Амурских ивенков в селе Усть-Уткема Тындинского района. Я знаю, что там население где-то 300 человек примерно. Ну, не буду так вам говорить, но небольшая деревня. Прежде всего я хотела, конечно, показать колорит, необычность, напряжение. Это гонки на оленях упряжках. Там вообще неизвестно, что произойдет. Вот для меня было неожиданностью. Они убежали все, все ждут, ждут все, что же там дальше. А дальше прибегают у нас мужчины, которые ведут оленей. Они их не слушали, убегали. В конце они уже перед финишем сели на оленя. Они их утащили. А люди, ну, то есть олени, дикие животные, которые боятся вот этого народа. А народ быстрее там, ты победишь, ты победишь. Борьба до последнего. Хоть притащи оленя, но победи. Все началось с художественной школы, когда я на уроках ДПИ рисовала орнаменты. А потом я училась, когда в училище искусств я познакомилась именно с Ивенкой, с Еленой Марковой. Она рассказала, мы все готовили праздники, и я узнала про этот замечательный праздник, День оленевода и охотника, еще потом Бакалдын. И она меня пригласила к себе на мероприятие. Конечно, когда я увидела, что там происходит, насколько это национальный колорит, богатый, яркий, какая у них природа. Я говорю, когда я скинула фотографии после первого дня съемок, я просто была очарована этой чистотой неба, снега, этой доброты. В общем, то, что увидела там, я рассказываю, что я объехала где-то полмира, такого я не видела. Я отправляю туда свои лучшие кадры и занимаю второе место из 27 регионов. Это было очень приятно, когда с Москвы привозят граммах и кубок, отбирают пять работ. Они экспонируются на выставке ВДНХ, распечатанном в большом размере, 40 на 60. И все жители Москвы, кто приехал на ВДНХ и гости, могут смотреть на эту выставку. И так происходит у меня три года. Три года режу и три года занимаю второе место. Кто вас все это время обходит, интересно? Ну, представляете, 27 регионов, там вся Россия. Ты не думаешь ты об этом совершенно. Все, ты оказываешься в природе, человек от Бога, человек природа. Вот такое у них высказывание, они живут так. Ты, когда оказываешься в этой среде, ты идешь, ну как, по их правилам и законам. Если тебе там некомфортно, значит, просто тебе нечего там делать, я хочу сказать. Для фотографа, когда это интересно, то есть ты забываешь, естественно, обо всем. И праздник, он радует. Тебя тут и накормят. Первый раз я попробовала оленину. Ты деликатеса с олениной. Когда я увидела интересное для меня лицо, я полдня за ней бегала со всех сторон. Она меня заметила, скажет, какая она вредная. И потом я узнаю, я говорю девчонкам, ну, знайте, расскажите мне, кто она, как. Оказывается, у этой женщины вообще нет детей. И при этом я хочу сказать, очень важно, что она не одинока. Она со всеми, с года в год принимает участие в празднике. 83 года. И то, говорят, в то время, когда они рожали, пока им паспорт вы, может, да, да, совсем и не да. Я, наверное, больше семейный фотограф. То есть свадьба, это какой-то период в жизни проходит он, да. Потом появляются у семьи дети. Я уже фотографирую эту семью с детьми. Потом дальше дети и эти женятся, да. То есть такой семейный процесс. Но как мода может меняться на платье, да. Что-то по-другому отмечают свадьбу, выездную регистрацию делать. Но при этом ценности не меняются. То есть я хочу сказать, их нужно нести из поколения в поколение. 31-го я люблю делать фотосессии. Когда говорят, мы очень хотим сфотографироваться, но наш папа работает. Наши дети на занятиях, у репетитора, ну, бесконечно, на каких-то секциях все ходят. Я говорю, так, ваша семья соберется 31-го числа. Все вместе, будет выходной. Вы соберетесь куда-то в гости поздравлять бабушку и дедушку. Но оставить такую память, такую историю, это зайти в студию. И у меня есть одна семья, которая уже четвертый год ко мне записывается, именно на Новый год 31-го. Но не надо, как сказать, бесконечно мыть, готовить и так далее. Должен быть какой-то план. Если у меня густые духовки, я могу сесть здесь спокойно в студию. И при этом я никогда не отменяю свою святую баню 31-го. А, вы ходите в баню? Обязательно 31-го.